решающая третья карта в матче ханы темпу это epic лига и проигравший в этом матче а точнее в этой карте покидает epic лигу закрытую квалификацию победитель пройдет плей-офф где будут зарод сбороться за один из двух слотов на основной этап турнира epic лиг дивизион 1 где будут разыгрываться полмиллиона долларов с лучшими командами европы и снг а на темпу конечно и в плей-офф будет тяжело это понятно но сейчас лучше в плей-офф попасть и там уже смотреть вдруг как-то получится какая-то из команд нас неожиданно сможет удивить ли на плате хирс не файра темпо пасла свой и энчантрас от хан по двое дабы взять что-то конечно не так много героев остается таких знаете идеальных нет феникса нет вот этой бабушки который темпо воруют взяли уже пятерка энчантрас которая не очень синергирует свой дом в плане хрона у темп это хороший уже старт по драфту вам скажу fire куда-то не поставишь будет это мид или будет это саппорт неважно или тройка даже может быть он даем к темпу очень быстро вот это они прям стадии драфта то зарядили 4 героя выбрали почти бонус тайм не использовали в то время как он пока задумывается над каждым пиком а тут темпы четко 1 2 3 4 взяли тени у хан тени что ли на что сны fire против тени если это вдруг тени метод стоит вообще стесняться не будет метод в ох охан то тяжело драфт идет что-то у них прям каждый пик и уже 43 секунды остается дополнительного времени я все еще не вижу урона храна сферу я пока не совсем понимаю какой там один будет в этой хрон исправляться и появляется шторм спирит это не урон храна сферу но это хороший вариант выживание против и сикера и snap fire можно будут ультимать snap fire летать вот секера сайланс можно будет улетать также если вдруг сикер не купить себе атос так ну и темпу нужен какой-то кэри получается там все же предположим что snap fire идет ну как минимум сверху кэри никакого не пикнут а4 герой уже есть пан антимага спектра остается кстати можем взять спектру еще раз вполне себе нормальный вариант будет из классических кориджи гернаут есть свин есть этих товарищей можно будет и через на fire плеваться то есть тут пока snap fire нет идеального героя которым можно прям плюнуть плац тикером ли он дай ингом только что стану залетит но это их крипа можно кинуть знаете вот мы и не видели карту где свар дар был это было прям сочно спектр все-таки забанили ну хорошо без спектра гернаут свин может быть водичка кстати у темпа водичка на прошла карте хан набрали а ханом что нужно есть кори есть два саппорта есть оффленер какой там генер марса 5 можно опять марса взять можно и арену ставить в это арене потом хран сферкой закрывать но салом пик того темпа пока поинтереснее и впервые там по решили задуматься о до последнего бана веноманс разобванили забавно иронично прям получается ванве свин свин такой прям стабильный надежность дети становить его особо нечем плеваться и можно армии сандой им стать кайфовать ничего ему не делают в данную секунду но он вполне с аганимом каким-то офф и боишься спортов не боишься о алчимист появляется в пике кэри алхимик snap fire все же 4 лина будет мидером здесь он дает пятерка но вот такая вот пик я бы сказал что у темпу то поинтереснее вот алхимика можно немножко будет подушить с профитом но благо ли брон рядом ли брон будет помогать ли брон флори по силе с алхимику и нужно выиграть линию алхимика нужно простоять нормально то есть не на видеть понятно что его противника то может быть фармы должен быть фарма если ты алхимик алхимик это не самый сильный лайнапер алхимик силен когда он там на 15 минуте имеет радик или battle fury кстати говоря щас нередко покупают шерский код на и час профит тут все понятно четверка и не пятерка инча алхимик алхимик это всегда игра по другому сценарию наверное есть какой-то вы знаете пол героев который меняет полностью игру это т.ч.с. топ-1 тинкер рудмазер и вот алхимик наверное тоже один из героев который полностью меняет ход игры потому что герой появляется с тремя четырьмя слотами 30 минуте она 20 ну и на таймере алхимик с другой стороны висит чем дольше он просто фармит игра не заканчивается преимущество не увеличивается преимущества химика там все таки заканчивать со строениями противника потом конечно алхимик и потенциал теряет в минуте 45 потому что уже у противника слоты как у тебя примерно ты там только что огонь и мы закупила вообще вы понимаете о чем я говорю алхимиком главное успеть вот упасть на этот момент стора сильнее противника когда вы просто оберегаете от алхимика все вместе а он идет резать хрон сфера эта проблема потому что нет ни одного за сэйва так что если хрон сферка будет и туда хоть какую-то но и о какой урон то вливать тени там закинет эваланч значит профит но потенциально может быть и будет бить но это все не серьезно конечно это больно будет по крайней мере поначалу фарвардик ставят на топе линия получается очень неприятная блаттикеры snap fire ужас настоящий для фаса но фаса свой да благо таймволк есть окончает искать же находит в итоге лину дефу получает три ореха но он получил бы их так или иначе подключает светлячки и джейфа пока поживет есть у нее центре сейчас может быть нубу стоило динайдь вард прямо сейчас они ждать пока джейфа придет и поставит центре данной ты этот вард уже пайси уберут же его найдем 3 а зря сделал бы сейчас несколько ударов заданил собственную порт и вот он видеть в чем беда на эти вард нужно забыла или забыла или все-таки молодцы интересно механик и и относительно недавно добавили я притом а не вспомнил когда на стрим форсаж зашел и вот такой же момент был когда противник увидел вард на стрей по самому его убрать в любом случае его уберут лучше уж противнику не отдать золото шторм начали приходит клинили на закономерно тут закидывается станами несколько ударов делают а как же лина хороша что на позиции 4 что на позиции мид шторм казалось бы такой стабильный герой а как же он терпит лина пытается ренджа добить не получается но главное что не задана и слушай так это может быть фб он не попадает очень много орехов получает ну предскавала деслина конечно и янг джи мог чисто верно отправиться очень быстро и вышло и вышло ошибается ли на так ну что на топе было ticker snap fire пока все спокойно войдет при этом мало фармит по порядку почему спокойно почему здесь пертянет потому что на их крипов подходит и понимаю сразу получает печеньку платить кир дробовичок там идет но дается побить немножко джейфа сайланс еще и войд получает вместе с уроном ладно сайланс там главное что урон тушь так на него можно и убивать будет я говорю что и убить жило так это же реально blood ride ты надо сразу нажимать как-то таймболк иначе получаешь печеньку уже показываешься в сайлансе и получаешь урон плюс дробовик замедления нереально и никуда не уходишь тут все не так однозначно попытка ренджа стана и неудачная меч нажимает blood ride и легко этого раза забирает но она легкая что там с алхимиком нормально все 10 крипов на час профит 7 я не говорю что тут так прям пенечка фармит но на линии стоит еще ему пока не угрожает реген заканчивается надо будет реген просто довозить я думаю там брейсер и реген какой-то есть пока просто прейсер в апресе rush приезжают ну 1000 хп становится у тага пытается тени убить курьера не тут то было у леброна регена много поэтому ничего страшного там и фласку и танго можно запулить и у тага еще много вариантов как на этой линии оставаться на full хп или с комфортным количеством здоровья так ну и на центре какие изменения ли на 15 шторм 10 и шторм пытается себе уже стаки это делать понимаешь тут как-то на линии это стоится не очень комфортно и на сейчас привезет себе 20 к подъедет ботал дедушилова но пока ботал пока ботал как раз по даруну через 40 секунд 45 ботал быстренько лена выпивает все предметы быстро перекладывать рюкзака назад преимущество уже 1000 золота мы видим что три линии команда темпа показывает шикарную доту или не три линии души ура от плацикера сприт весла пока не планируется просто урна и дальше атос атос это контроль здесь вообще вы посмотрите три героя от атоса будут страдать рекора тем более для войны это особенно неприятно потому что ты еще и в целости потом окна хотя как лишь торма неприятно для всех неприятно все герои зависит от способности для того чтобы выбираться с тяжелой ситуации так что-то там на топе пока был тикер вообще как будто один остается тут сны fire старается опыт не стилить это может быть отвода на отводу делаются пока что с алхимиком без изменений он остается на при фарме я думал что хоть как-то можно чист профит будет гонять но нет нет значит профита не гоняют мел химика никто не трогает в итоге мы видим тени который как репочек бегает и ничего не может сделать сны fire погибает на топе фб для наива ответка конечно есть но фб для наива все-таки контроль рун меч обладает дают под руну будет понимать что надо идти на линию спокойно парами тут битвы идет лины и что распирита лина ультимейта нет немножко не хватает так можно было бы постараться пищу лину пытаются убить всем селом или понимать что пора разворачиваться танго нет нажимается фэрик смысла никакого нет тассы добивает не но про для чаширского кота счет становится 12 давайте на творце перейдем а то с алхимиком крипса ты смотреть на что минуте ну как-то вот не хочется активе в смолке бегает на миде что-то еще хочет учудить но ли на то уже с ультимейтом а шторм то без рома зато есть рейндроп последний заряд выбивается а главное появляется регенерация тут подъезжает катапульта подходит и бабушка днзшка по катапульте от самого нуба разгоняет себе пассивку таки пусть заканчивается ничем ничем не заканчивается сказать днзшку пытаются убить это все все минимум говорить алхимик пока фармит а то что тут какие-то будут соло-фраги идти и естественно потому что днзшку пинают 500 лет есть лагуна задувка через секунду но даже тут не придется просто ручками добивает то есть это размен четверок в это время алхимик free вообще на линии 1 стоит а как так получается то об этом фире вот все на алхимика я уже не знаю вижу там алхимика 4 за последние несколько недель и вообще не помню что праздник пытались покупать постоянные battle фьюри летят проказ по химику на топе войда пытается убить еще один удар под сайлансом хватает урона добивает кайта уже от вас не за горами так смотрю минутки 34 если так все продолжит продолжится дальше алхимика будут оставлять на free он купит просто bf 10 к 15 20 метров у 4 слота на 20 мяча пытаются убить шторм летает и наконец-то чувствует янжи что надо что-то делать применять эту карту и вот так чтобы в конце концов там алхимик была за расформлена все остальные может быть по золотишку проседали и шторм пытается набирать впущен он томит проиграл по крипам а много листы крипов добита в том числе ли на войку денег-то лежит алхимика даже не хотят отправлять на треугольник итоге бабушка что-то фармит или на продолжает фармить стан нет никакой руны возвращается ненадолго ли на на линию пытается еще вторую руну забрать на это бесполезная погоня если станет что он полетел на всю ману летает стан получается и не выдает пока оставила что с телепорта значит профита зачем зачем ты линии не мая никак не догонит шторм в любом случае прилететь то может учитывая что на карте его нет ненужный вид можно было остаться на треугольнике пойти фармить дальше не знаю алхимика может там ждут либо же счастлив на сама прилетит и этот жд фармит алхимик по импорам пытаются вот но с алхимиком будет тяжелее хотя шторм рядом и стал химик не нажмет ультимейт я думаю шансы есть скан и наметили окей успеть успел усталожить мать хватит просто хватит вать значит профит ультимейтам все-таки дает закончить значит а это вот это же не очень хорошо что происходит числа химик значит проседает тогда прям совсем будут грустно платить картам сатаса понятно или на будут душить алхимик должен и должен умирать вот эти секунды он очень много теряет до сих пор я вижу про фармливающийся треугольник видимо алхимика прямо сейчас туда и отправит лагуна блэйд венчан раз инчан раз погибает инчан раз без пассивки светлячки сработать не успели да и от первых светлячков толку было бы очень мало бойцы хроносферой атака будет на топе алхимик на треугольнике а ребята понимают то очень много денег шторм полетел на час профит здесь нужен ультимейта у него пока нет прокаст его магии еще немножко стол рипа данная нга и все меняется шторм остается без маны попытка будет задынается печенька атак прыгает нужно чтобы кто-то клэп ну а там ничего не клэпает еще алхимик враг забирает забирают эти стаки что-то алхимик забрал что-то бабка там дробовичком подстрелила наив нажимает time walk out бладра это на юна и понимать что лучше пробежать немножко чем бладрайт получить сайланд что самое главное там дешево могли бы дальше гнать стей фаер ультимейта нет надо дотянуть до уровня 6 более совсем немножко до него остается ну убили хорошо алхимик о вот и бабушка с ультимейтом нужно как-то успеть ее закрыть мега активируется чурский ход живет дэнзешку пинают но дэнзешка дальше шел и пытался бить ультимейтом на час профит но не получилось ойд остается с хроносферой алхимик понимает что надо бежать нельзя здесь драться хроносфера на готове ультимейт не вечный ставится хрона подходит сюда и штрон спирит леброн рядом с лари по будут пытаться ситуацию изменить алхимик без ультимейта плодрайт есть солари так очень долго живет но все же его добьет все же его добьет рапчер тос врыв на митча митч получает еще и сетку от тролля полетел ампетус подходит наконец-то лина вообще забыл что лина в игре оказывается если она ведь есть лагуна плейд в тине но тине такой фраг дешевый вы алхимика теряете во второй раз и по натворца он конечно ведет но и ведет много и воин бедный но надо алхимику дать попармить а то бэф на 12 но это не идеальные тайминги для алхимика которые выходят с фри линии талант на дальность клинанию ну что у нас может наметиться это магическая лина огонь и не видел агоним на линии у нас всегда теперь маки кирбары всякие да и дал усатлин летают алхимика статус резис немножко поиграет против чего-то это эффективно какие там вортексы но против хроносферы эффективность никакой нет выход от ханы и снова дисконнекции цели брон чинил он интернет свои за два дня даже за три и и снова такая пауза знаете неприятная тут же реально так и мы очень кривым таймингом они явно не успеют отвестись снизу войд без хроносферы но его мы не увидим в драке это точно алхимик далеко то есть непонятно что здесь вообще кого тут бать ли ну могут выйти убить сейчас это да ли не сможет пойти фарме треугольник вероятность на это очень большая но строго страна счет этой паузы сейчас нам могут оценить темника как-то не вообще алинии 1 на час про хотя хотя соперник 2 героя вида на карте три остальные могут элементарно там где-то стать за спиной они идти в атаку вернулся реброн очень хотят играть альшаханы длина идет на треугольник так оно и получается или длина начинает немножко видеть начинает либо алхимик закономерно пока на картину никто не трогает стопан дайм живет черт сюда вернулся вообще интересный товарищ но он может быть вижена хотел поставить или в рано убивают чистится янджи тут центре по максимуму алхимика пока не трогают он закономерно фармит много денег зарабатывает все понятно алхимика не трогает две-три минуты он снова вырывается вперед уверенно разница войда и алхимика вероятная нынче с профи держится молодцом мека медальон соляру скоро зарядит блэдмейл себе купит алхимика сейчас пока прокастать не было тикера почти убивают а то с врыву наш star от шторма из печенька шторма поднимают и у получили застанет застали ли это было очень важно попасть там все таки шторм если попал супер идеальный тайминг то мог бы и улететь на булайке не успел днз к поверил закинул ультимейт еще до момента как шторм приземлился с юла в итоге шторма убивают алхимик счастлив алхимик продолжает фармить берет себе скорость атаки дополнительно 20 урону для нынче с профита и 12 урона для двойда дополнительно на их с моим хрена сферы есть хотелось бы поубивать видит на его пинг у него платить кирп должен быть поаккуратнее сейчас а вот на его похоже будет убивать плодрайт появляется плодрайт атос не успевают на их ничего нажать и уже похожий не нажмёт должна быть печенька печенька взрывает будет просто хп не восстановит даже все будет со стан или сайланса было бы не 200 хп 350 только хроносферу бы ставить получилось вот вот все темпа возвращается привычный темп игры с алхимиком цеха нам нужно играть просто намного лучше нужно реально делать или артработы или ну подгнобливать алхимика постоянно искать плодрайт атос меч с топориком под замедлением от энчанта попытка просто на телепорте уйти тени ряда может быть успеет нет не успевала его ночь колдаун еще секунду имел когда телепорт уже завершился 5000 перевес это алхимик это понятно шторма пытаются убить шторм метро сайлансе не оказывается ли на вортекс получает пошел тос приходит еще и в гости к этой всей компании платтикер и два убийства ну да таки конечно размеры качельки вечно идут но это все можно назвать одним словом спойзли алхимик алхимикс кираса скоро будет уже платмейл себе купил брони много про алхимика но на пять минут то позабыли тут стаки эншентов снова отойти хотя вижу есть что бояться только смогу какого-то раша она не сказать что очень быстро убивает после медальона хоть его из москвы бед нас я не думаю что вообще нужно его пока защищать пока нет платить я улучшал химику по фарме цен что в спокойном темпе кентавр и еще дорожит проход стык файр начинают просто стрелять ультимейтом выигрывает время кентавр даже не пытается снэпфайр найти но может быть снэпфайр очень хитра кентавр такой позиции выбрал что попробую вообще отыщи колба залетела попадает и по тени и по войду но снэпфайр уже убили что будет чеширским котом пока не совсем понимаю блэдмейл он нажимает ставит спруты закрывает проход линии погоня тага продолжается вешается спрей лагуна блэйд и бладрайт взрывается одновременно что позволяет добить феста свой да тос выкидывает подальше чеширского кота шторма подняли в юлс шторма достанет хватит еще контроля контроль больше не нужно хватает урона руками rapture по тени алхимик пока не спеши и зачем рошара защитили байбэк еще будет нажимает и так и без того экономическую свою ситуацию ухудшает у нее пятистого все было плохо а теперь уже подавно 7000 за команды темпа грубо выбивается для ливы то что надо атака на джейфо поживет пока что будет ох как же вовремя контроля ты может поставить хроносферу после байбайка ведь наив тут хроносферу придется хоть куда-то ставить на пока на тайволке уходит либран ставит тампу либран закрываете потом бой получается нет сможет может и все проходит мимо тампа уничтожен еще один а тос наив снова сайлос получит но нападение пока не происходит ловит ли ну и наил через секунду нажать его уже не успевает получает про каста тени это пережить нельзя наив тайвол прячется подальше меч закидывает бладрайт наив на 270 кп живет алхимик олбл без ультимейта для алхимика это все плохо что происходит он не может нормально фармить вот эти постоянно драки пока алхимик и должен их принимать он еще видите не состояние прям выходить один вирсу 5 и там реально драться мантия для шторма очень хард теперь будет мантия то что надо то что надо про не поменьше зато резис побольше а той же лин и уже snap fire вот полезные step fire хоть и четверка но по предметам не густо вообще саппорта все бедны какого-то ага не мою еще ой как далеко и непонятно когда он может появиться что-то вот не спешит донать может быть стал бы шторм подлететь в итоге не дождался и просто покорю эту башню убрал атака на алхимик еще одна алхимик подключает ультимейт два героя этого мало конечно что-то еще алхимик может порезать окей шторм на всю ману полетел сайл он сдал янг же маловато маны остается поэтому как тут все жиденько джиденько очень получается есть в итоге атака на тине а то сплодрайт маловато урона от алхимика пока как-то смотреть за этим смешно наив телепорт сбить нечем все у лимит голдауне не юла не стана обычного чеширский код также улетает все ушли красиво все ушли вообще все сюда была полная перетяжка темпы никого не смогли алхимика теперь с кирасой дальше что можно бкб взять можно пока бы взять наверное не самый-то плохой вариант 1117 преимущество уже долгое время не растет вот она застопорилась на этой цифре прекрасно мы видим что сейчас преимущество в одном герое лежит больше тут перевеса ну ладно вот ну да сравнение вой до алхимика огромная а лента сказать что какая-то доминация идет и чест профита шторм восполняет недостаток золота у того же наива наив за счет трансферы силен врыв хороший наив пытаются найти бабку бабку находит ли брон очень долго живет стан на тине тине без прокаста остался лагуна блейд его наконец-таки добивает погибает и бабушка snap fire без бая погони за леброном лебром пытается спрятаться получает аймлоки погибает трансферы все еще остаются андайк выкупается тут же понимая что драка похоже так просто не закончится там к мимиза рошана придется еще драться врыв от алхимика войт получает сайланс получает колбу и уже состав она не выйдет минус войт точнее сайланса состав на то он выходит даже драться пытается даже отбедаться немножко от мамы пытается но все это незначительно идут зомби за чеширским котом не пытается он как-то на телепорте уйти ставит спруты проедает ребята проход теперь колба полетела сайланс а тос активируется блэйд мэйл но начиспрок это не помогает может быть и сами игроки темпа наршана пойдут надо будет смотреть хотят ли они сделать минус рошанчика сами спрей то имеется поэтому вариант такой есть алхимик тем более с ультимейтом так еще салор крест кондайингу сейчас долетим ну да тогда рошан тогда рошан где-то там погибает снэп фаер но за то что он спереди перетягивает он теперь без маны точно здесь не сможете рошана подрастут что я бы сказал что вот это был тактический определенно тени врывается и умирает конечно его оба стана длины ли нас т.д. так что даже разменялись получается тени рискнул мог ворваться тут и рошана забрать я и забрать на вот таки по таймингам чуть-чуть ошибается и так подбирает аегис покупает башер отказывается от бкб берет баши чтобы шторму еще тяжелее было 9000 преимущество всего-то 9 бешеный бешеный алхимик 17 уровень увойдет 12 нормально папка запинала с платить и рыбидим и на пару я помню такое ощущение что бабка чуть не в соло здесь работала туда платить иртам помог но большая часть урона именно от бабушки по тикер вэйл атос и подрать уже и без алхимика темпа справляются очень круто что так здесь может и вагоним выходить они здесь реально полезные не все не все а вот у лины файру платить киро классно он деньги тоже на ситуативе но где-то не дизраптор какой-то который прям можно пятерки аганим себе пытаться купить это меняет но она была тикер на стаффайр на лину это мощно ли на такой и правда мак бкб юл блин к линза по плану стоит ну и как раз там я думаю ага не просто готовится ли на получить снизу на час профита ломает три понемножку и он тут с друзьями раться то темпа не боятся сейчас вот и без салда братья и гис останется можно даже нужно будет поактивнее по карте двигаться уже пытаться драки навязывать противника пока там вот этот воет очень бедный и шторма можно будет реально на и без салавида и можно его и да лучше поймать штормасте поймаешь вот будет рядом хрансфера закроет тебя дальше там непонятно что может быть тени неожиданная встреча неожиданный баш с первого удара атос и голба голба атос плодрайт тени уничтожен фраг для алины и без сублейт калхимик ну вот он наступает тот самый опаснейший момент в игре алхимик вот он прям достигает уже своего пика он реально к нему близок осталось один слот заменить а их дальше можно этом не пытаться китому шарты покупать просто протягоним атака шторма шторм чудом уходит ли нас плакенбара не боится атака шторма шторм на всю ману улетает погони продолжаются но хоть его и видно должны были видеть шторма но остановить не успевает ничем легковато было тикер шторм слишком далеко улетел да не забываем проблема что шторм может шмелем летать налево-направо крипов съедать но очень вовремя приезжает катапульта на 26 поэтому всех либо купить не получится аегис в элементаре еще минуту 40 далековато линии пропушены то есть не могут хан еще зайти по нижней линии забрать например на т-3 и падает т-3 у команды хан прямо сейчас расставляют тени варды может быть как-то сейчас алхимика постарается по тост прям по т-4 мне кажется это чуть не единственный шанс тени и выходит спину к лини лина без бкб на лину хотят напасть шторм полетел не так и на таймер мне кажется тут это зря можно было попытаться ли но очень быстро убить такие умирает воин благу на плейд еще и в тени то есть андайинга убили но они ничего не сделали воин не поставил трансферу погоня за чижирским котом плетят паши летят печеньки лина гонится за тени тени и светится пассивкой плате кира и погибает тени погибает в свой счет 2121 казалось бы а преимущество за команды темпов 17000 золото но это алхимик и play совершенно другой вливать на счет алхимика парм идет неадекватном темпе но тут закрывашка была алхимик закрывашка которые ребята которые ребята совладать не смогли шторм полетел стан получает в адрайт получает а тос получает нет у него никакого эскейпа нет тиммейтов сайлос очень долгий обессал play чтобы наверняка закончить и 2 линии упадет и получится игру сейчас закончить если противник русской ну конечно напишет гг я думаю тут вы прекрасно понимаете шансы очень маленькие я все еще не понимаю как там будет в трансфере будут убивать того же алхимика вот теперь так раньше там увидели без трансфера получалось а теперь то как урона в трансферу не появляется непонятно когда появится где моих боится бабушку боится нажимает ай волк назад понимаете насколько конечно страшно что алхимика надо гони покупать вот прямо сейчас будет бустер взять брейсер продать взять и гоним дать там бабушки и кайфовать и ты хоть и хоть и конечно брейсер лата можно поменять и кей там себе какой-нибудь мкб или тара о сада никто раз хочет из этого взять уж берем слот не для тиммейтов и аганимов а пытаемся себя из попавший поменять что-нибудь по полезнее на раскрыли сатаник бабочку бабочка будет прямо сейчас паладин спорт выпадает для алхимика алхимикс и паркет бегает как тупый есть может быть бабушка стоит на блюду любая кит выпал не тем кичером титан спивер стороны ребят из хан атака на алхимика алхимик получает трансферу и сейчас любит гг написать не убил да сразу какая писать это все они не убили за трансферу понятно что так уже не по а в горит а что тогда а как мы тогда будем играть и мы не можем убить в таком случае команда хан покидает групповую стадию эпицентра точнее эпик лиги второго сезона ну а команду темпу мы уже увидим в плей-опе в ближайшие дни молодцы открыли алхимика впервые за долгие дни алхимик стандартный получился для 2020 года с battle fury пытались его временами гангать даже две смерти у него было на ответе дальше просто начал алхимик душить всю карту было тикер снова уже который игру мы видим которых шикарен с этим а то сама тасса тут вообще предмет который выключил все укоров команды хан что шторм что начис профит что будет оказались уязвимы крайне и притом шторм заканчивается хорошим счетом 13 4 6 а толку то от этого конечно никакого нет а и в 365 наводите вообще не пошла игра но с другой стороны ребята пикуют войды вообще не берут никакой урон храна сферу как-то будет собирался убивать вообще ничего не было но я понимаю там было много банов snap fire подобрали темпа феникса не было и тяжело было найти какую-то драку но тут как-то так команда темпа побеждает мы их увидим ближайшее время и на сегодня еще остается две игры я передаю поток господину форсу а с вами прощаюсь услышимся завтра будут форсом на азии сидеть но пока смотрим европу европа будет здесь потом европа на бензе саммите поэтому много доты хорошо вам провести субботу пока услышимся смотрим за дотой дальше на этом канале